Увеличение площади орошаемых земель является важной задачей для областей с засушливым климатом. В свою очередь из многолетних и однолетних трав получают высокопитательные корма для скота. Об этом говорили во время рабочей поездки Акимобласти в Теректинский район. Здесь Галий Скалиев ознакомился с работой ряда крестьянских хозяйств. Увеличение орошаемых земель и активизация работы в этом направлении позволит заготавливать качественные корма для скота даже в нашем засушливом регионе. За последние 2-3 года в области началось увеличение орошаемых пассивных площадей. Так, в ТО «Ринго Милк» для выращивания многолетних трав приобрели 6 итальянских дождевальных машин. Компания основана 3 года назад и занимается строительством товарно-молочной фермы. Работы будут завершены в конце августа. Сейчас у нас 6 фрегатов, орошаем 1000 гектаров. Сидират и вика, овсяная смесь, посадили овес, также кукурузу, ящмени и суданку. Глава региона побывал в садоводческом хозяйстве Хасангалиевых в селе Барбастау. Куаныш и Бахаджамал разбили сад прямо во дворе дома. В прошлом году выиграли государственный грант в размере 412 тысяч тенге, приобрели саженцы, плодовых деревьев, яблонь, малины, клубники, груши, а также закупили необходимое оборудование. В 2021 году мы брали грант и на садоводство посадили яблони, клубнику, малину, фрукты посадили. Теперь хотим, чтобы побольше посадить, потому что уже урожай неплохой давал. Куаныш Хасангалиев в свое время работал агрономом в Барбастауском саду, имеет большой опыт в этом деле. В будущем семья планирует построить степлицу. Глава семьи попросил руководство области выделить еще дополнительный участок для расширения сада. В свою очередь Галис Калиев поддержал садовода, при этом отметил, что такие люди являются примером для односельчан. Далее глава региона отправился в агрофирму «Аказ». Критянское хозяйство является одним из крупных в регионе. Долгие годы его возглавлял Катаула Шагалиев. Сейчас его дело продолжает сын. В данное время товарищество в основном занимается растеневодством и животноводством. Молодец, самое главное сохранил, поголовье, примножил, да? Да, поголовье как бы стараемся. Сейчас искусственное осеменение делаем. Вроде старое, говорит, да? Да. Молодец. Коллектив сохранить, поголовье сохранить. То, что переживали за тебя. Да? Стараюсь. Молодец. Не подвел отца. Сейчас в хозяйстве почти полторы тысячи голов КРС. Имеется 14 дамб, которые были вырыты и построены вручную. Имеются хорошие пастбища для выпаса скота. Только вот пастухов в хозяйстве не хватает. С водой на сегодняшний день проблем нет. Глубина доходит до 7 метров. Вода чистая, прозрачная. И трава в этом году хорошая. Единственное, не хватает кадров. Крестьянское хозяйство Аляп в селе Подстепное было основано 18 лет назад. Здесь занимаются посевом и заготовкой кормов. Общая площадь пашни 1650 гектаров, а также 100 гектаров сорга и 750 гектаров многолетних трав. Акимобласти поручил главе хозяйства не повышать цены на корма. Также необходимо организовать специальную помощь малообеспеченным семьям. Такие акции добра проводит глава крестьянского хозяйства Тулингат в селе Подстепное. В этом году здесь посеяли ячмень, кукурузу и суданку. Рядом с ним находятся еще 4 хозяйства с посевной площадью 1400 гектаров. В засушливые месяцы не хватает водных ресурсов, говорят фермеры. Поэтому необходимость обновления растительной системы стоит во главе угла. Галис Калиф поручил руководителям ответственных органов сообща решить проблему. Объединяйте хозяйство, встречайтесь, разговаривайте, найдите совместное решение этой проблемы. Если коллективно работать в этом направлении, можно добиться положительного результата. По району этой весной на 6000 гектарах засеяны многолетние и однолетние травы, необходимые для заготовки кормов. Кроме того, выращивается кукуруза на площади 456 гектаров. Эта культура является очень полезной и питательной для скота молочного направления. Альбина Кумаргалеева, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...